итак продолжаем работу это вторая часть урока по созданию баннера давайте сначала анимируем то что мы вот здесь сделали а потом продолжим делать другие элементы первый у нас вылетает планетка потом вылетают палочки и когда палочка вылет вылетает на конечном этапе то есть первый раз она вылетела вот дошла до конца и появляется у нас человечки да так выделяем нашу планету она у нас появился из середины поэтому идем в блок трансформ ставим здесь 0 включаем пин чтобы у нас было вот эти все три кнопочки включены двигаем на какое-нибудь время потом если чё убавим если будет слишком медленно и выставляем опять на 100 смотрим давайте зададим анимацию у меня там прыгает можно принципе оставить эту так вот анимация у нас закончилась ставим пузынок здесь и теперь начинаем анимировать наши палочки давайте сначала не миром верхней чтоб планета нам не мешала вот здесь панели можно или вот здесь поставить ее замочек чтобы мы не могли на нее воздействовать также предлагаю нижний фон тоже заблокировать чтобы мы его не двигали так выделяем нашу палочку я даже предлагаю зажатым шифтом выделить обе и обращаем внимание чтобы вас пин был отключен чтобы у нас не прописывался анимация также они у нас выделились вот здесь вот на шкале времени аккуратненько наводим мышь на край палочки так что курсор мыши превратился вот такую стрелочку и тянем это дело вниз также сразу же можно и убрать те палочки да но нам мешают их выделить человечки также нужно их заблокировать теперь мы палочки можем спокойно выделять давайте сначала анимируем наши те палочки которые мы уже убавили теперь их надо найти так я их нашел выделил теперь давайте делаем анимацию включаем пин двигаем ползунок и вытягиваем у нас анимация прорисовалась для обеих палочек вот таким вот образом также выделяем нашу анимацию и сменим эффект анимации чтобы были просто обычные палочки так они у нас получается слишком быстрые примерно сделаем вот так потому что они у нас будет быстро вылетать и залетать обратно ну так принципе оставим они у нас вылетели курсор ставим в положение конец анимации теперь ставим pin отступаем и тянем за нижние ползунки анимация прописалась вот она у нас вот так проигрывает можно конечно сделать побыстрее также просто надо убавить анимацию для этого ну в принципе просто вам как пример показать и так пойдет она у меня там несколько раз повторяется поэтому я просто клику по макушке анимации чтобы она вся выделилась правой кнопки копии двигаем пузынок примерно чтобы она проиграла где-нибудь еще отсюда нажимаю пест то есть чтобы несколько раз не прописывать и здесь нужно перевернуть нашу анимацию чтобы она играла в обратную сторону то есть так и так вот тот который выделен видите да также делаем и вот для этого у него анимация вот выделяем копии на том же уровне тест и здесь вам не видно самой нижней списке я уже об этом говорил invert то есть мы переворачиваем вот таким вот образом и также можно еще раз повторить здесь так же делаю инверт здесь также делаю инверт проиграем проиграем оставим так теперь давайте включаем pin сразу выставим анимацию такую и где-нибудь вот наверно такое расстояние до начинаем двигать наши палочки вот таким образом двигаем pin двигаем пузынок и тут двигаем сюда так у нас получается так также эти палочки в принципе да их надо на ноль ставим и здесь мы их отключаем а здесь он даже наверно подвигаем немножко вперед их видно края у них немножко сюда наверно да вот где это отсюда они пойдут свои движения ага так давайте проиграем вот в принципе нормально осталось для них сделать также несколько раз чтобы они проигрывали до выделяем одну анимацию делаем ту же самую операцию до копия немножко отступаем тест вот этот он два раза повторяется мы его удалим он тут нам не нужен здесь так инверт нам нужен здесь не нужен так давайте сделаем инверт так эти палочки нас повторяются три раза поэтому делаем здесь тоже еще раз хотя они тут заканчиваются где-то здесь поэтому наверно в принципе здесь уже просто сами смотрим эти палочки они заканчивают действие тогда когда у меня влетает вот здесь в середине такой синий прямоугольник видите то есть она они синхронно исчезают поэтому здесь вот надо обратить внимание чтобы примерно они то есть вот эти палочки с этими как бы синхронизировались да хотя они в разном порядке двигаются как бы так и задумано в принципе но заканчиваются они должны примерно одинаково в принципе вот здесь достаточно наверное два повторения для этих палочек так теперь анимируем вот это убираем лишний он и делаем инверт так так замечательно так теперь пастора то есть палочки вылетели как только они его достигли такой длины да мы его сейчас анимируем так убедимся что анимация у нас выключена трансформ на ноль также включаем пин приблизительно так подвигаем ставим сто процентов так и эффект у нас у человечка в какой такой так баунс эффект у третьей позиции да так так выделяем анимацию у пастора третья позиция баунс два раза вот таким образом да проиграем с самого начала ну в принципе можно так оставить думаю здесь все понятно нам осталось анимировать еще нижних персонажей но здесь тоже самое по аналогии и чтобы не тратить ваше время я поставлю видео на паузу и сделаю это без вас итак я закончил анимацию остальной части баннера и вот что у нас получается в браузере довольно таки неплохо давайте продолжим дальше анимировать ставим ползунок наш в конец анимации проверяем чтобы она была в самом конце выравниваем ее прямо по этим анимациям вот и дальше рисуем прямоугольник прямоугольник примерно вот такой смотрим какого он у нас цвета копируем я копирую вот этот его код цвета идем в нашу работу и вот здесь его вставляю цвет мы задали теперь давайте его анимируем ставим пин и сейчас так как мы его выровняли можно воспользоваться обратной анимацией чтобы он вылетел слева как у нас в примере для этого мы двигаем не ползунок на шкале времени а сам пин и она у нас проиграет в обратную сторону зажимаем shift чтобы быстрее двигать стрелкой на клавиатуре я двигаю в сторону вот и получается он у нас вот так вот выскакивает соответственно эффект на ваш выбор уделяем анимацию и здесь какой-нибудь эффект так это больно резкий то есть тут уже на ваш выбор можно сделать ее помедленней соответственно вы уже должны понимать что когда объект находится за пределами нашего холста да вот как здесь сейчас его видно не будет да то есть вот смотрим у меня в баннере он выплывает как бы вот видите да сбоку так это у нас готово дальше мы с вами еще не проходили текст здесь ничего сложного нет пришло время его пройти вот здесь вот на панели рядом с ellipse есть текст tool кликаем по нему где-нибудь здесь кликаем и в открывшемся окне пишем свой текст я пишу свой видно что вот здесь он высветился черным закрываем здесь можно за рамочки вот так вытянуть смотрите новый блок появился вот здесь где текст здесь можно управлять текстом значит цвет здесь тоже самое подойдет белый вот здесь можно выровнять по центру также вот эти вот нижние у вас будет вот так вот здесь по стрелочкам можно двигать вот так видите как я двигаюсь сейчас текстом то есть всевозможные манипуляции да сделать текст наклоном например размер соответственно самое важное здесь вот можно выбрать шрифт стоит у меня ария у вас скорее всего будет какой-то другой можете выбрать на свое усмотрение добавляем еще один текст делаем по примеру моего баннера также здесь можно вытянуть вот так сразу давайте текст анимируем то есть когда у нас вылетел вот этот прямоугольник появился текст он у нас также появляется из ниоткуда можем сразу выделить оба анимация смотрим чтобы не была включена в трансформ блок ставим 0 включаем пин двигаем пузынок и включаем обратно 100% так и что у нас получается проиграем так эффект здесь не подходит здесь скорее всего стоит даунс но другой давайте посмотрим так вот так уже лучше можно даже чтобы они появлялись не одновременно вот так например оставим смотрим на наш пример у нас потом текст начинает двигаться вот он вылетел и начинает такое медленное движение это в принципе старая фишка я покажу вам как я это использовал да вот текст у нас вылетел а потом пошло движение так выделяют текст давайте сразу сменим анимацию включаю пин чтобы текст медленно двигался нужно здесь вот достаточно длинно вот так вот вытянуть и например уедет он немножко влево вот так вот смотрите что получилось вот смотрите что получилось и соответственно можем прям скопировать эту анимацию и для этого вставляем только делаем ей инверт смотрим то они в разные стороны поехали только надо сделать так посмотрите у нас уезжает текст да вставляем пузынов в конец этой анимации чтобы она была выделена обращаем внимание и стрелка на клавиатуре немножко именно в конце анимации двигаем чтобы она не особо уезжала и смотрите что получилось она конечно медленнее двигается да здесь когда так не получается да что мы делаем мы удаляем анимацию так и ручками присваиваем ей другую анимацию да также ставим просто пин тянем до того же уровня где у нас заканчивается эта анимация и просто аккуратненько двигаем в другую сторону тут ее много не подвигаешь да потому что просто длиннее слова получаются в общем здесь нужно просто поиграться посмотреть как лучше все равно это до конца не проиграет вот смотрите как у меня в примере они они начинают движение вот чуть-чуть двинулись и сразу же пошла дальше анимация тут тоже у меня за край заезжает то есть просто сами же смотрите как для вас лучше здесь будет сделать вот вот а на этом я заканчиваю этот урок и продолжим создавать баннер в следующем и все и и и и Субтитры создавал DimaTorzok